Ребят, всем привет! Итак, сегодня я бы хотела с вами поговорить о двух бьюти-боксах, которые я получаю каждый месяц. Я не знаю, кто слышал ли кто-либо про Allure Beauty Box и Ipsy, но я расскажу вам о двух в отдельности. В общем, Ipsy Box приходит к вам в таком дизайне, где-то как защитный пакет, чтобы ничего не разбилось и так далее. И дизайн этого месяца мне очень понравился, потому что у меня даже ноутбук примерно в такой же гамме, чехол от него. Так вот, Ipsy, это считается пионером среди бьюти-боксов. Почему? Потому что они очень давно на рынке уже. И вот самое, наверное, главное отличие и плюсы Ipsy, из-за которых я не отписываюсь от этого бьюти-бокса, это то, что ты можешь добавить любые другие средства. Это могут быть либо полноразмерные средства, либо это могут быть миниатюры. Понятное дело, что ты платишь деньги, то есть ты как бы добавляешь к своему основному бьюти-боксу уже другие товары, которые ты хотела бы пробовать. Это гораздо дешевле и выгоднее. И покупать это у Ipsy, чем, допустим, идти в Sephora. У них имеются пробники разных новых товаров, которые, допустим, уходят на маркет, и вы можете попробовать их. Например, это было с тушью Damn Girl от Too Faced. То есть там много всего есть. Не в таких, прямо знаете, супер маленьких размерах, но можно пользоваться этим полмесяца-месяц. Также полноразмерные можете добавить все, что угодно, от теней до, знаете, туши, каких-то вещичек, которые вы знаете, что они хороши. Можете сами решить, что вы хотите получать больше, а что вы хотите получить меньше. То есть, например, сделайте свой профайл и пишите, какого у вас цвета глаза, волосы, там, какой у вас тип кожи, какие основные проблемы у вас с кожей. Допустим, это покраснение, это пигментные пятна, и вашему профайлу уже Ipsy начинает понимать, ага, то есть, возможно, ей будет интересно это или то. И также, самое главное, вы должны выбрать, поставить галочки в колонках, где сказано, например, как вы с макияжем дружите или нет. Допустим, да, окей. Потом дальше вам пишут, как часто вы хотели бы получать тени для глаз, как часто вы хотели бы получать лак. Как бренды, которые вы используете чаще всего, и где вы покупаете вашу косметику. То есть, на основе всего этого они вот присылают вам то, что соответствует вашим запросам. Также каждый месяц, вернее, не каждый месяц, каждую неделю, каждый день у них есть разные акции. Вот я сегодня купила именно у Ipsy, по-моему, сколько же там, 10 масок на лицо, такие, знаете, тканевые маски корейские. У них была сегодня акция на это, и я заплатила 11 долларов. Но это очень выгодное предложение, потому что обычно маски для лица могут стоить, там, знаете, 2-3 доллара. Тут 11 долларов за 9 или 10 штук масок. Это очень выгодно. Так вот, получается, да, вы можете либо добавить к вашему, вашей основной бьюти-боксу что-то еще. Итак, давайте посмотрим, что в этом месяце Ipsy прислали. Первое, это вот такой вот праймер для лица от Too Faced. Я им пользовалась настолько долго, что мне как-то он уже поднадоел, и я, ну, в общем, быстро использовала его, решила выкинуть, потому что это не очень хорошо, во-первых, пользоваться чем-то на протяжении долгого времени, потому что ваша кожа привыкает к этому. Вот так это все выглядит. Это такая баночка, я думаю, на применении, знаете, 10-15, если вы такую горошину небольшую на лицо накладываете. То есть это достаточно хороший такой пробник. Это вот такой хайлайтер. То есть это бренд Seat, и он, ну, насколько я знаю, он достаточно милый розовенький цвет, который, я думаю, что освежит любое лицо, и вы будете чувствовать себя, как будто бы вы только что проснулись. Третья вещь, которую я получила, это вот такая пудра 4 в 1 от бренда Purr. П-U-R. Я напишу, как она называется. Я открывала ее, но она как-то очень открывается. В общем, вот, это такая пудра. Такие обычно не использую, потому что мне нравится использовать мой хауэрглаз. Мне нравится использовать мою пудру Ауэрглаз. Там и пудра, и румяна, то есть все вместе. Мне нравится эффект. Большинство брендов, которые ты получаешь випсе, они сделаны в Китае. Большинство брендов, получаемые мной, я иногда смотрю на них, я им попользуюсь чуть-чуть, и все. Еще один блеск для губ. Называется Beauty For Real. Это оттенок Nudist. Вот он. Пахнет, кстати говоря, очень прикольно. То есть такой запах ванильный. Немножко липкий. Немножко, совсем чуть-чуть, не знаю, его видно нет, но он... Короче говоря, он липкий. Вот в этом плане, конечно, я сейчас перейду плавно к минусам. В основном косметика, которую ты, допустим, можешь выбрать бренды, которые ты любишь. А-ля, там, знаете, Сия, допустим, там, Too Faced, но поверьте мне, что вы не будете получать постоянно эти бренды. Они любят миксовать это все с такими брендами, которые, знаете, больше в масс-маркете, и, соответственно, получается, что вот реально половины топников, которые я получаю с этого Beauty Box, я ими не пользуюсь. Я вот все-таки привыкла, знаете, немножко более повыше классом пользоваться косметикой, а здесь она иногда бывает такая, слишком дешевая и по качеству даже. Допустим, я получаю очень много, кстати говоря, румян, и очень многие румяна, они вот прям, знаете, такие вот чересчур пигментированные, и, то есть, ты когда их наносишь, ты как, допустим, сверкла выглядишь, потому что, ну, они столько пигментированные. И в этом отличие бренда, допустим, масс-маркета от люкса, то, что косметика, она легче наносится, она не такая будет пигментированная, супер, но это касается именно румяна, тень это другое уже. Я ничего даже не заказывала себе в дополнение, потому что, ну, как-то не было брендов, или, может быть, просто мне не нужно было особо ничего. И давайте плавно перейдем уже к основному Beauty Box, который я обожаю просто. Кстати говоря, насчет цены. У Ипси есть три разных уровня, которые вы можете выбрать, получая Beauty Box, то есть, есть вот дешевая за 15 долларов или 15 долларов, что-то типа того. Есть более уже дорогая, она стоит около 40-50 долларов, и там вы получаете гораздо больше объема косметики, то есть, все почти в фулл-сайзах полуразмерки. Там уже и тени, и такие более бренды, которые, знаете, выше по классу есть, прям супер какая-то, супер-пупер высокая степень, дороже, но в ней вы получаете чуть ли не все вообще. Но я не считаю, что Ипси стоит того, чтобы платить за, там, большую коробку, потому что, вы знаете, как эта косметика, ты получаешь полноразмерки, они валяются, и ты даже, ну, не знаешь, что с ними делать. Поэтому я всегда люблю ходить куда-то в Сифор или куда-то, чтобы прежде чем купить полноразмерный продукт, я должна знать, что нравится ли он мне, буду ли я пользоваться им или нет. Итак, сейчас мы будем открывать нашу вторую коробочку, это Allure Beauty Box. Allure Beauty Box по уровням она только одна есть, это 15 долларов, платить за одну коробку, получать ее каждый месяц. Очень люблю Allure Beauty Box, это моя, наверное, самая любимая Beauty Box всех, потому что вы поймете, почему здесь лучше средства. Смотрите, вот так, эта коробка, тадам, вот что здесь вы получаете. Итак, это очень волнительно и круто. Первое, давайте начнем с первого, это Natural Lab, это очень классный вкусно пахнущий мист для волос. Он что делает? Он защищает ваши волосы, когда вы, допустим, сушите их веном или какую-то укладку, и он очень вкусно пахнет. Следующее. Эта штучка мне очень понравилась, и, кстати говоря, ни разу не было, чтобы они присылали какой-то бальзам для губ, я не помню. Это бренд Acar. Я даже о таком не слышала, если честно, ни разу. Вот вы видите его. Кстати говоря, в каждом из Beauty Box вы найдете этот вкладыш, на нем написаны, что они положили туда, и полная стоимость их, в общем-то, и все написано о средствах. И, вы знаете, наверное, самое крутое в Beauty Box, что они выбирают, что положить в вашу Beauty Box, только те товары, средства, которые они проверяли сами же. Средства это просто бомбочка, потому что это средство, оно очень-очень классное, посмотрите. Если вы смотрите марка Кауфлина, он постоянно рекомендует новые средства, которые он попробовал или не попробовал, или он не рекомендует их. Короче говоря, недавно совсем он говорил про Витабрайт. У них есть сыворотка с витамином С, и она, насколько я знаю, то есть ее нужно смешать с водой, и тогда эта витамин С не рассасывается, не уходит. Вот, это та же сыворотка, но она уже перемешана, понимаете, в розницу цена этой сыворотки вы сейчас будете, наверное, в шоу, 62 доллара, Карл. То есть это, ну, реально, не маленькая цена, но она очень хорошая. Сыворотка является финалистом конкурса косметических продуктов Космопрофа в 2018 году. То есть эта сыворотка очень классная, я ее уже сегодня провала, кстати говоря, утром, и, ну, вы знаете, мне кажется, это очень классно. Смотрите, вот она в такой баночке, стекло, то есть очень классно. Такой бренд. Вы видите уже, насколько коробка более разнообразна? Принят хуб. Это бренд, который я, если честно, ни разу не пробовала. Вообще, они ассоциируются с тем, что это, типа, супернатуральный бренд, они все супернатурально используют. И здесь это, это крем для лица увлажняющий. Такая малышка. Видите? Давайте я понюхаю его. Ну, хоть как обычный крем, на самом деле. Знаете, я сейчас заметила тенденцию такую, что все крема, которые более какие-то водянистые, чем очень плотные гели, они сейчас почему-то выходят в тренды. И я понимаю, почему. Потому что ты не хочешь, чтобы на лице у тебя было столько много слоев косметики, ты всех чувствовала. А крем, который такой, знаете, как вода, это, конечно, гораздо более лайтово на лице тогда будет все. Итак, 39 долларов стоит розничная цена этого крема. Это еще не все. Смотрите. Дальше. Запах туши обычный. Здесь кисточка. Так, видно, нет. Вот такая кисточка здесь. И, вы знаете, она очень классная. То есть, ее, во-первых, очень приятно в руках. Она в руках очень классно держится. То есть, я больше чем уверена, что в розницу эта тушь будет стоить гораздо дороже. Она стоит 23 доллара. Вы получаете ее бесплатно. В этой коробке платят 15 долларов. И, то есть, вы уже эту тушь и саму сыворотку. Практически все окупилось, собственно. Это факт. Здесь написано, что было две туши на выбор. То есть, какая вам попадется, никто не знает. Amazonian Clay тушь, которая, типа, умная тушь. Но она больше для объема. А именно это, наверное, для длины. Кстати говоря, здесь девушка пишет, ассистент того, кто редактирует статьи. Будьте осторожны. Эта тушь, она не водостойкая. Поэтому, если вам не хочется плакать, имейте в виду, что она не водостойкая. Это хорошо, что они предупредили, кстати говоря. И последнее. Это у нас Kat Summerwell. Я, знаете, этот бренд видела. Но я вот ни разу не покупала, если честно, ничего от ее бренда. Почему? Ну, наверное, потому что как-то вот не приходилось. Знаете, не было. Ну, во-первых, у нее очень дорогой бренд. И, вы знаете, такого средства, такого рода средства вы можете очень легко найти в разных бьюти-боксах также. Они очень часто запихивают на такие средства от Kate. И это у нас скраб. То есть, это такое, знаете, типа интенсивное скрабирование. Но он очень щиплет, насколько я помню. И это стоит 75 долларов за такую огромную упаковку. Вот о чем я вам и говорила, что это не дешевый бренд, а специфический запах у него. Ну, не знаю, может кому-то нравится. В принципе, я думаю, на сегодня это было все. Я все разобрала коробки, которые у нас есть. И вы знаете, я точно могу сказать, что в этом месяце Allure Box прям, он гораздо лучше оказался. Ребята, спасибо большое, что вы посмотрели мой экзор на две коробочки бьюти-боксы от Ipsy и от Allure Box. Пишите мне в комментариях, что бы вы взяли, что бы вы предпочли иметь бьюти-бокс за 15 долларов и получать такие товары так себе. Или платить в такой же цену и получать товары, которые действительно прям вау. Я желаю вам отличного дня, классного настроения, чтобы ваш день прошел, как вы этого хотите. Люблю вас. Целую. Люблю вас. Целую.